Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз, в студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Обучение предпринимательству в Казанском университете. Доцент КФУ, победитель премии Министерства науки России. Проведение межрегиональной универсиады в Елабужском институте КФУ. Повышение качества подготовки предпринимательских кадров представляется нам сегодня в качестве необходимого условия перевода экономики на инновационный путь развития. О том, как развиваются программы предпринимательского дела в КФУ, наш следующий сюжет. Социологические исследования показывают, что отношение в российском обществе к предпринимательству постепенно улучшается, но в то же время людей, готовых заняться бизнесом, становится все меньше. Вопрос о том, как передать навыки предпринимательства молодым людям, которые будут представлять новое поколение, является важным и актуальным, в том числе и для Казанского федерального университета. Прежде всего, мы сейчас вводим в университете общий годовой курс для всех специальностей, независимо от разделения по специализации, когда в течение года наши специально подготовленные преподаватели стараются привить им навыки предпринимательской деятельности не в общей теоретическом плане, а именно на программах практической направленности. Студенты за один год проходят полностью трек предпринимателей, начиная от поиска идеи, реализации ее в виде того или иного проекта и предложения на рынок. На этом направлении делается большой акцент. Студентов обучают навыкам предпринимательского дела различными путями. У нас существуют так называемые акселерационные программы, когда студенты могут приходить и приходят к нам в управление инновационного развития, для того, чтобы поделиться своими идеями и вместе с нашими специалистами попытаться с этих идей сделать проект и тут же протестировать его на рынке. Если он кажется нам удачным, если он кажется перспективным, то дальше мы подключаем уже и некие инвестиционные фонды и смотрим, каким образом нам двигаться дальше. Таким образом студент ищет возможности для внедрения той или иной технологии, учится работать в условиях технологической и рыночной неопределенности, пытаясь найти свою нишу на существующих рынках. Мы сейчас запускаем программу работы со школьниками, так называемый Малый университет, вместе с Университетом талантов, где мы пытаемся найти талантливых и заинтересованных школьников, которые бы также генерировали и реализовывали свои идеи. И в общем-то на этом пути достаточно есть успешный пример, особенно это связано с нашим IT-лицеем. В IT-лицее КФУ ребята демонстрировали свои проекты, игры и приложения, созданные под систему Android. На сегодняшний день одним из самых перспективных является такое направление, как социальное предпринимательство. Оно также активно развивается в Казанском университете. Социальное предпринимательство – это предпринимательство, которое улучшает качество нашей жизни. Это сфера услуг, и естественно, что она всегда будет востребована, и поэтому люди, которые будут уметь находить эти ниши и смогут их реализовать, они также будут востребованы на рынке. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Как продвигать науку в массы? Какие методы лучше использовать? Ответы на эти вопросы известны доценту КФУ, ставшему победителем премии Министерства науки России. Подробнее мы расскажем прямо сейчас. Доцент кафедры высокомолекулярных и элемента органических соединений Химического института имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета Аркадий Курамшин стал победителем премии «За верность науке» в номинации «Популяризация химии». Учредителем премии выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Я сотрудничаю с Центром молодежи «Смена», с Казанским музеем «Естественные истории», с «Умной Казанью», с «ЕС наукой». То есть, в общем-то, фактически открыт для любых, скажем так, организаций, которые хотят действительно пропагандировать научное знание. Аркадий Курамшин является автором трех книг по химии, выступает в средствах массовой информации и использует другие методы популяризации науки. Это научные статьи, то есть, причем, заметим, не только в российских, но и в международных журналах. Есть такой казахстанский журнал «Ойла», думаю, который, заметим, переводится на другие языки. Я там тоже довольно часто пишу и публикуюсь. Это лекции, лекции, ну, конечно, в первую очередь в рамках системы пронаука в нашем Казанском университете. Лекции доцента КФУ являются открытыми и направлены на широкую аудиторию. Тематика лекции, она бывает разная. Ну, иногда, скажем так, она даже бывает, ну, к какому-то моменту, потому что, ну, например, в той же самой смене мне были уже... Мной были уже прочитаны лекции «Химия лето, химия осени и химия зимы», ну, то есть, на климатические переходы. В музей, естественно, истории во время чемпионата я читал, что химики делают для спорта вообще и футбола в частности. 17 февраля в музее «Естественная история Республики Татарстан» состоится презентация книги Аркадия Курамшина «Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева». «Элементы сон Менделеева» — это, как говорится, трибют году периодическая система, которая у нас началась вот неделю назад официально в Париже и завтра-послезавтра начнется в России, то есть, в этом году мы отмечаем 150-летие периодического закона. Книга, ну, номер три элемента — это короткий рассказ про каждую из 118 элементов, населяющих таблицу Менделеева». Доцент Казанского федерального университета планирует продолжать работу в этом направлении. «Все, что я делал до этого, я планирую продолжить делать и дальше, но только еще немного лучше, чтобы не подвести в первую очередь читателей, которые читают, ну или слушатели лекций». Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз. Свои знания по английскому и немецкому языку, истории, литературе и другим предметам проверили школьники со всего Татарстана. Межрегиональная универсиада прошла в Елабужском институте КФУ. Анна Глазунова расскажет подробнее. В Елабужском институте КФУ состоялся заключительный этап Межрегиональной научной универсиады школьников. Проверить свои знания по английскому, немецкому языкам, истории, литературе и биологии собралось более ста ребят из различных городов Татарстана. Ученики школ, их учителя и родители стали участниками организационного собрания, которое провел ответственный секретарь приемной комиссии Евгений Белов. Я приезжаю сюда уже второй раз, второй год участвую в этой олимпиаде. Олимпиада мне нужна, чтобы проверить свои знания, попытаться занять какое-то место, может быть победить. Я рассматриваю этот институт как один из вариантов для поступления, поэтому документы сюда подавать тоже буду. Каждого участника ждали интересные задания, составленные преподавателями Елабужского института КФУ в рамках определенной дисциплины. Предметные универсиады школьников проходят здесь ежегодно в рамках Дни российской науки. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Универньюз. Мы продолжаем нашу серию сюжетов о премии «Студент года Республики Татарстан», прошедшей 25 января в концертном зале «Пирамида». Сегодня мы расскажем вам о победителе номинации «Интеллект года» студенте Казанского федерального университета Михаиле Ягафарове. Победителем в номинации «Интеллект года» стал Ягафаров Михаил... Студент Института химии имени Бутлера ВКФУ Михаил Ягафаров еще со школьницами и знал, чем хочет заниматься в будущем. Область его пытливого интереса, химия, привела его в Казанский университет уже в старшей школе, и с тех пор он стал его вторым домом. Я в университете с конца восьмого класса, я пришел на кафедру физической химии, готовиться к Олимпиадам. И вот, начиная с Олимпиад, сдавал здесь экзамены заранее, это мне позволило заниматься научной работой уже со второго курса, и сейчас сформирована тема для диссертации, выполнены практически все исследования, необходимые для ее написания, и получилось выиграть на этом конкурсе. Именно, пожалуй, целостность научной работы произвела впечатление на жюри. В данный момент Михаил занимается исследованиями в области термохимии переохлажденных жидкостей. С помощью приборов в лабораториях Казанского университета он измеряет и фиксирует метастабильное состояние веществ, состоящих из органических неэлектролитов. Занимаемся мы самыми разными направлениями. Я занимаюсь здесь термохимией переохлажденных жидкостей. С помощью прибора можно измерять, ну и фиксировать вообще метастабильное состояние, вот как раз и переохлажденные жидкости, состоящие из органических неэлектролитов. На вопрос о планах на будущее Михаил отвечает уверенно. В следующем году я поступаю в аспирантуру и остаюсь, конечно, в Казанском университете, продолжаю здесь научные исследования в области сверхбыстрой клариметрии. Очень здорово, что у меня здесь, в Казани, получилось так с ранних лет начать научную карьеру, которая мне так нравится. Будем надеяться, что пример Михаила не останется последним, и с каждым годом в Казанском университете будет появляться все больше и больше молодых ученых, увлеченных своим делом. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универ Ньюз. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе свежих новостей. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»